К событиям в мире. В Крымске неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Погибли 4 человека. А Китай снова переживает пандемию и жесткие ограничения из-за ковида. Миллионы людей остались в заперти. В Иране власти продолжают подавлять протесты. Об этом и не только в мировом обзоре Алии Абитовой. В Крымске неизвестный открыл стрельбу по людям. Случай произошел на улице возле торгового центра. Погибли 4 человека. По предварительным данным, мужчина убил прохожих, после чего покончил с собой. Еще один человек получил ранение. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего. А в Китае миллионы человек вновь переживают тяжелый период карантина в борьбе с пандемией. В некоторых районах Пекина зараженным ковид введены жесткие ограничения. Люди могут выходить на улицу лишь за продуктами и медицинской помощью. Также запрет на выход из дома введен в промышленном городе Чжэнчжоу с населением более 6,5 миллионов человек. На карантин закрыли фабрику по производству гаджетов, не выплатив работникам зарплаты и премии. Это привело к протестам и столкновениям с полицейскими. На сегодня власти страны зафиксировали более 30 тысяч новых выявленных случаев заболевания, что является рекордом с начала пандемии. Между тем, ООН выступил против подавления протестов властями Ирана. Глава Совета ООН Волкер Турк в ходе специальной сессии по правам человека, проходящей в Женеве, предупредил, что Иран находится в полномасштабном кризисе прав человека. Он потребовал прекратить неоправданное применение силы против протестующих в стране. Напомним, общенациональные протесты в Иране начались из-за смерти 22-летней девушки Махсе Амини, которая скончалась после ареста полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. До сих пор в стране не стихают протесты, они сопровождаются столкновениями с правоохранителями и охватили несколько городов, включая столицу Тегеран.